К конкурсам в детском саду номер 22 привыкли и дети, и их родители, и даже нянечки. Постоянно через закрытые двери групп слышны стихи и песни. Но до сегодняшнего дня один праздник в детском саду незаслуженно обходили стороной. 9 сентября, когда весь мир отмечает День красоты. Хотя толк в ней девочки знают уже с младшей группы. Я сегодня была в парикмахерской первый раз. Парикмахеру шестилетнюю Аню отвела мама. Ведь Анечка одна из семи участниц конкурса «Мисс детский сад». И каждая тщательно подготовилась к выходам. Платья, туле, перчатки там. Сережки? Сережки. Соперницы не только красивые, но и талантливые девочки. Дома вместе с мамами и бабушками учили песни и танцы. Музыку и движения придумали сами или подглядели в интернете. Пригодились даже арабские телесериалы. Трем конкурсным испытаниям девочки готовились дома. А о дефиле учили вместе с воспитателями в детском саду. Будет у нас выбрана «Мисс детский сад», который будет одета корона. Остальные всем будут пощательные призы. Стараемся, постараемся, точнее, никого не обидеть. Поэтому подарки будут, в принципе, равносильные, равноценные. Домики, замки для принцесс. Потому что они все у нас, в принципе, принцессы. «Мисс детский сад» стала Ульяна Самойлова. Опереди в следующую за ней девочку всего на два балла. Для меня она самая лучшая на свете. А места, какое бы место она ни заняла, она моя дочь. Сейчас руководство сада подумывает о конкурсе для мальчиков. Возможно, в следующий раз здесь будут выбирать уже мистера. Анна Маринец, Игорь Антонов, Телемикс.